Здравствуйте, дорогие друзья! Казалось бы, что может быть более очевидным, чем наше тело? Оно всегда рядом с нами. Наши мысли, наши эмоции могут быть от нас скрыты и непонятны. Тело же, казалось бы, понятно, мы его видим, мы его чувствуем, однако не все так просто. И это не самый простой вопрос психотерапии. И проводником в эту тему сегодня будет наша гостья Татьяна Шарай. Здравствуйте, Татьяна! Татьяна – практикующий психолог, кандидат психологических наук, танцевальный терапевт и специалист телесных практик уже в течение 20 лет, я правильно понимаю? Да, и автор практики интуитивного движения «Живое тело». И Татьяна расскажет нам как раз об этом очень важном и интересном подходе, который так и называется – телесно-ориентированная терапия, либо психотерапия. По-разному, да, называют? Да, телесно-ориентированная терапия в целом. Но психотерапия используется в том числе, как направление работы. Что это такое, почему она важна? Давайте с самого начала. Ну, если говорить сначала, то вообще это направление возникло в взрослой психоанализа. И был такой известный психоаналистик Вильгельм Райх, он был учеником Фрейда. И когда у него была сессия с клиентом, он смотрел, ему было очень скучно просто слушать, да, как клиент лежит на кушетке, и у него вот эта вот ассоциация отвечает на вопросы. Вот. И он начал замечать, что тело тоже как-то интересно реагирует, да. И ему это стало, ну, это стало таким пристальным объектом его внимания, как связано то, что человек говорит, с тем, что показывает тело. Вот. И через это он вышел на то, что действительно оказалось, что в теле у нас много чего есть, в теле очень много есть разных эмоций подавленных. Он разработал свою концепцию тела, целую теорию, да, телесно-ориентированного подхода. Вот. И основной смысл заключался в том, что он говорил, что тело можно разделить на семь блоков, они, кстати, соответствуют семи чакрам, но он был не в курсе. То есть он не ездил в Индию в то время, и так интуитивно, да, таким прозрением ему эта мысль пришла. Вот. И согласно его видению, у нас есть какая-то энергия жизненная, да, которая человеку вот через голову мы ее получаем. И если у человека нет никаких зажимов в теле, то есть эта энергия проходит и выходит через ноги. И поэтому, если мы посмотрим, например, на полутора-двухгодовалого ребенка, который живет в здоровой среде, то он у нас такой очень энергичный, энергии очень много. Он иногда бегает, бегает, и может прям вот упал и заснул, да. Вот. А чем... Когда человек начинает расти, его начинает окружение социализировать, воспитывать. И вот эти естественные очень импульсы, эмоции, которые есть у ребенка, чему-то дается зеленый знак, да, зеленый сигнал светофора, что да, это можно, а чему-то нет. Ну, например, я не знаю, там, мальчики не плачут, девочки не злятся, там, да, или будешь себя так вести, это неприлично, да, я там тогда уйду, там, или тебя кому-то отдам. То есть каким-то образом на вот эти вот естественные жизненные проявления ребенка реагирует взрослый мир в процессе социализации, и ребенок в какой-то момент начинает какие-то чувства сдерживать, да, потому что если он их не сдержит, то это грозит ему потерей контакта со значимым взрослым, а для ребенка это вообще-то жизнь, да, поэтому таким образом, когда мы сдерживаем чувства, все чувства, они у нас находятся в теле. Таким образом формируется у нас телесный зажим, в котором вот эти вот подавленные, неразрешенные чувства, и согласно им, соответственно, уже в этом месте энергия свободно не протекает. Вот, и, соответственно, энергии становится меньше, и выстраивается тот или иной тип поведения, так называемый характер складывается из вот этих вот зажимов, которые вот в теле у нас формируются в процессе социализации. И когда мы говорим о телесно-ориентированной терапии, смысл, собственно говоря, в том, чтобы получить обратно доступ к своему телу, войти с ним в контакт, а значит, мы сразу получаем доступ к своим чувствам, да, и есть тогда возможность их выразить, их прожить, их назвать, и тогда зажим у нас исчезает, да, зажим исчезает, и когда он осознается, да, это уже такой вот момент психотерапевтический, когнитивный, тогда он уже и не возвращается на место. Вот в целом, если кратко, телесно-ориентированная терапия, она вот про это. А способы направления есть очень разные, их очень много. Для меня самые такие знакомые способы, которые я использую в своей работе, это вот уже очень давно, это танцевально-двигательная терапия, когда мы получаем доступ к контакту со своим телом, к своим чувствам через движение, да, и еще с недавнего времени я стала интересоваться и обучаться, и практиковать. Есть такой подход, называется он боди-динамика. Боди-динамика, он состоит из двух слов, боди и динамика, то есть это развитие тела и психики одновременно, да, то есть развитие тела в динамике. То есть мы смотрим в этом подходе, как человек с момента своего уже даже внутриутробного развития, как он развивается психологически, а вслед за этим, как формируется его структура тела. Потому что у каждого возрастного периода есть свои психологические задачи, и в зависимости от того, насколько успешно человек их решает или не решает, насколько адекватно у него окружение, да, то есть там очень много факторов, это тем или иным образом формирует наше тело в том числе. Поэтому у нас таки очень взаимосвязано тело и психика. Поэтому если мы, в принципе, возвращаемся изначально в телесно-ориентированный подход, то у нас получается он очень целостный, чем он мне и нравится. Потому что согласно ему тело, эмоции и мысли – это все взаимосвязанные вещи. И мы можем начать работать через тело, выйти на эмоции, на чувства непрожитые и понять, что за установки там, что к ним привело. И это телесно-ориентированный подход. Если мы говорим о каких-то других подходах, которые там работают изначально с установками, такая более разговорная терапия, да, там тоже мы можем начать с этих установок, их прорабатывать, и тогда мы по-другому будем смотреть на какие-то ситуации в жизни и каких-то чувств уже не испытывать, испытывать другие. И тогда у нас тоже какие-то начнутся изменения в селе. Да, я поняла. Смотрите, здесь как будто хочется немножечко, как вам сказать, общие вещи какие-то отразить. Например, ну вот Пол Экман, который занимался эмоциями, написал целую книгу об этом, говорил о том, что на любом конце света, на любой части Земли эмоции, переживаемые человеком, выглядят совершенно одинаково. Ну, их проявление, да, страх, там масса фотографий где, да, вот эти, знаете, известные фотографии, когда футбольный матч, стадион, там гол не забила команда, и тысячи людей стоят вот с таким вот, значит, а ужас на голове, и все стоят совершенно одинаковой позой. Одинаковая поза, да, с одинаковым выражением лица. Да, и, кстати говоря, поза, да. И если я правильно понимаю, Вильгельм Райф как раз и занимался тем, что он выявил идентичность поведения тела в проживании каких-то эмоций, да. Я правильно понимаю? То есть к чему я веду? Что мы, проживая определенные, нарабатывая и зарабатывая определенные блоки, ведем себя мышечно определенным образом. Да, да, то есть, например, если мы подавляем агрессию, смотрите, ребенок потянулся зачем-то, мама стоит, что-то режет, да, а ребенку интересно то, его одна задача – это взрослеть, его интересно то, что делают взрослые, поэтому вот многочисленные игрушки, которые ему куплены, они складируются в детской, а вот то, что делает мама на кухне, это очень интересно, и то, чем она это делает, да. Поэтому, когда ребенок автоматически тянется рукой к ножу, да, и, например, мама может как отреагировать, да, что, слушай, ну вот это вот мое, да, а вот тебе твое, и дает ему какой-то там игрушечный ножик, безопасный ножик, да, и он спокойно присоединяется. У него эта энергия как текла, так он ее реализует дальше, да, в совместной деятельности с мамой. Вот, если же мама испугалась сама и сказала, ой, да ты что, или испугалась, а часто защитная реакция, это гнев, да, у нас, испугалась и разозлилась, и еще по руке дала, и ты ни в коем случае не бери, то вот это, получается, он подтянулся, энергия пошла, интересно, тут ему раз, или убрали просто, да, убрали нож, то есть энергия шла, и вдруг раз, исчезла. Исчезла, и когда, вот есть такой момент, да, как раз в бодинамике, если ребенок, там как раз этот возраст автономии, да, где-то он идет с, около года и чуть больше, до полутора лет, ребенок почувствовал интерес к какому-то предмету, он его уже видит, он уже может до него или доползти, или дойти. Вот есть такая история, что когда он его видит, и он его уже хочет, и он к нему устремился, и вдруг в какой-то момент предмет исчез, он как будто теряет часть себя. Он не понимает, что происходит. Это такое степень серьезно, да? Да, да, и если постоянно ребенка окружают вещи, которые ему нельзя в силу возраста, в силу того, что взрослые так решили трогать, да, и поэтому у него все время забирают там то одно, то второе из поля, да, он в такой прострации находится, да, и вот это вот потом во взрослом возрасте перерастает вот это стойкое ощущение какой-то пустоты, что я не могу никак наполниться. Понимаете, вот такая взаимосвязь, например, есть между телом и психикой. Можно ли сказать, что вот в этом, ну, понятно, что мы, телесно-ориентированный подход, это, как вы и сказали, одна из возможностей захода, ну, как бы, подхода к проблемам человека, да, мы ее знаем, да, разговорный жанр, что называется, у нас есть арт-подход, в общем-то получается, что как будто бы это ключ к себе, к возврату в себя. Да, причем ключ очень быстрый, вы знаете, потому что, ну, тело, вы вот правильно в самом начале сказали, это то, что всегда с нами, да, и вообще там, ну, мало надо для того, чтобы вообще, ну, почувствовать, да, а, вот я, оказывается, есть, просто обратить туда внимание, да, фокус внимания направить, а что я сейчас чувствую, вот, и еще действительно тело, тело, это вообще, если говорить языком психологии, это язык бессознательного, это более ранее сформировавшаяся у нас структура, доязыковая, и поэтому вот эта фраза есть известная, что тело никогда не врет, очень сложно скрыть тело, да, мы, мы на самом деле очень много считываем информации телесно друг с другом, на уровне разговора, на уровне сознательном мы можем хитрить, обманывать, что-то подавлять, да, скрывать какие-то свои чувства, говорить то, что положено, да, тело все равно будет через какие-то сигналы транслировать, что происходит, да, то есть если я скрываю свои чувства, я буду достаточно зажата, да, сидеть, вот, или очень часто бывает такая, ну, в психологии называется отсутствие конгруентности, да, когда на уровне чувств и мыслей у человека одно, а на уровне того, что он говорит, другое, да, противоречие, противоречие, ну, то есть, например, я вот очень часто студентам приводила такой пример, если, говорю, учительница не любит свою работу, да, и ей давно пора сменить, но она боится это сделать, сделать какие-то другие шаги, и она не любит детей и школу, да, но она приходит, потому что боится что-то куда-то идти в новую для себя отрасль, то она может прийти и сказать, здравствуйте, дети, сегодня 1 сентября, я вас поздравляю с этим чудесным праздником, вот, верится, что она радуется, ну, какие чувства вызывает такая учительница? Насторожность, как минимум. Да, насторожность, почему? Потому что на уровне слов она говорит, как рада, она на уровне тела, она говорит, я вас всех не люблю, как я не люблю эту работу, да, вот эти зубы там, я злюсь вообще, что мне приходится здесь быть. И дети, на самом деле, таких учителей очень не любят, то есть, дети таких учителей, очень часто вот эта вот история, когда учителей выводят на чистую воду, да, вот этих вот суперправильных, зажатых, которые, потому что детям очень важно чувствовать и видеть живого перед собой человека, да, а живой человек, когда... Конгруентность есть. Когда он конгруентный, да, поэтому, когда она в какой-то момент ее условно там дети довели, и она, значит, выражает все, что есть, они радуются, потому что вот он момент истины, да, она телом стала выражать то, что было внутри, то, что они и так видели, она и словами стала выражать, точнее. В том, что вы говорили сейчас, вот ваши последние реплики, я услышала замечательный момент, правильно я поняла или нет, несмотря на то, в каком состоянии находишься, в каком контакте ты находишься со своим телом, да, пусть даже это, ну, сложный какой-то вариант, да, твоя способность считывать, пусть даже неосознанно чужие эмоции, он остается неизменным, да, то есть это функция здоровой психики просто, и мы, возможно, просто точно так же бессознательно на это реагируем и как-то, да, уходим от человека, может быть, не всегда объясняя себе, а почему, что нам в этом человеке не нравится, просто ушли и все, вот как будто бы ноги увели. А с вами я очень согласна, и, наверное, я думаю, многие, и в том числе зрители, могут вспомнить, когда они вот чувствовали, что вот не надо сюда идти, или вот не надо с этим человеком, да, то есть какое-то вот есть что-то такое, вот чувство, но есть, например, какие-то установки, ну, вот, ну, надо же там, кому-то замуж надо выйти, мне же все-таки надо устраиваться на эту работу, или еще, то есть какие-то объяснялки ума, да, и потом получается, ну, вот так и получилось, ничего хорошего не получилось, то есть мы действительно можем считывать, и мы считываем, вот, но вопрос, насколько мы доверяем себе. Доверие и действия дальнейшего. Насколько мы доверяем, и насколько, например, нам вот эта история про послушных, условно, там, девочек, и также мальчиков, да, что я должен вот со всеми, там, да, то есть у нас, например, вот в советских школах и детсадах очень часто подавлялось отвращение. Ну, вот я не знаю, было это в вашем детстве или нет, но в моем было, да, хочешь, не хочешь, это какао с пенкой, да, не хочешь, выльем тебе там за шиворот. У нас был рыбий жир, каша с комочками, гречневая каша и так далее. И вот это вот хочешь, не хочешь, оно было и в такой, и в школах, и детсадах, это очень часто переносилось и домой, да, вот это Денискин рассказы вспомнить, как он там кашу эту манную там вываливал, да, потому что мама сказала, ешь. Вот, и когда мы очень часто на уровне тела, хочешь, не хочешь, подавляем отвращение, дальше, хочешь, не хочешь, ты же хорошая девочка или мальчик, да, учительницу надо слушаться, взрослые там авторитеты, да, вот эта трансляция есть. И у нас есть естественные чувства злости, например, может быть, да, недовольства, вот, но вот когда есть такая постоянная практика, да, что если хочешь, чтобы тебя условно мама там, папу любили, нужно быть хорошей девочкой и постоянно подавлять, и слушать не себя, а слушать, что тебе говорят старшие, да, или там еще кто-то, да, вот, то вот эта история про то, что таким образом я утрачиваю, я не могу верить себе, я верю кому-то, да, поэтому я перестаю слушать и слышать вот эту вот свою очень здоровую часть, свое тело, свою интуицию, еще по-другому говорят, да, перестаю слышать себя, и поэтому, да, вот это получается не очень хорошее. Смотрите, Татьяна, ну ведь детей, которые в детстве не получили вот эти социально ограничивающие навыки, да, интроекции, ну их, я не знаю, у них вообще существует в природе или нет, каким-то, каким образом, то есть мы все вот в этой группе риска, в которой нужно собирать себя, возвращать себе свое тело, возвращать себе свои эмоции, свои желания, себя самого, это касается, можно сказать, всех? Я думаю, это касается в основном советского, постсоветского такого поколения, если брать нашу страну, вот, если я, например, смотрю на современных, даже на своих детей, у них уже с этим гораздо лучше, да, оно тоже зависит от того, в какой семье ребенок рос, да, насколько это было принято, да, у нас, в принципе, вот воспитательный такой парадигмен, маятник такой в обратную сторону качнулся, да, то есть у нас было сплошное надо, сейчас очень часто во многих семьях никакого надо, только хочу, да, вот, ну, истина, как обычно, посередине, да, когда есть история про то, что ребенка видит и слышит, видит его потребности, их учитывают, вот, но при этом как-то все равно формирует определенные границы, вот, это такой здоровый способ формирования границ, и вот, когда оно так есть, тогда, в общем-то, ребенок остается в контакте с собой, спокойно может отстоять себя, не теряя контакт с другим человеком. Правильно ли я вас поняла, что говорить глобально, что, ну, вот, опять-таки, ситуация с ножом, да, она, в принципе, очень понятная любой матери, да, и, естественно, она будет вызывать тревогу, но если мы ее проживаем правильно вместе с ребенком, да, грамотно, так как должен проживать взрослый человек, да, с ребенком, то вот эта вот травма у ребенка запретная, она, вот этот блок, он не формируется, то есть вот этот пример, просто запретили, это, да, точно, вот он, вот он так и выглядит, так и начинается обрубание энергии. И та же самая ситуация с ножом, когда мама включается туда и говорит, ну, разные варианты, посмотри, как это остро, можно пораниться, вот, чтобы ребенок сам понял, что туда ходить не надо, либо вот какая-то игрушечная замена. То есть я здесь хочу просто акцентировать внимание на том, потому что, ну, мы любим все обобщать, скажем, ну, вот, нам что теперь делать, там, ребенку вообще ничего не запрещать, запрещать, слово вообще как бы такое очень... Если мы берем именно обращение, ну, опасные предметы, да, к которым относятся острые, кулющие предметы, электрические предметы, к которым относятся огонь, например, да, то наша задача учить детей с ними обращаться правильно, да, ну, то есть, например, я, у меня есть одна подруга, она замечает, ну, то есть, действительно, детям очень интересно смотреть на огонь. Мне лично в детстве запрещали жечь огонь, я не знаю, как вы, а мы там с девчонками, с мальчишками жглиб как под какими-то лоджиями, да, все равно это запретный плод сладок, вот, а здесь она просто зажигала свечку, ой, давай, и вместе будем задувать. И с мамой это можно, без мамы это опасно, да, и в зависимости от возраста ребенка, если там это малыш полутора-двух лет, эту опасность показать, ааа, да, ну, то есть, если, условно говоря, ребенок выбегает на проезжую часть, прямо мама должна, ну, мамы, действительно, здесь адекватен ее страх, это очень опасно, это сразу в охапку, ааа, то есть, ребенку тоже должно быть, ему эмоции мамы должны передаться, да, и потом мама показывает, ага, мы с тобой останавливаемся, смотрим туда, смотрим сюда, переходим вместе за ручку, так можно. И энергия как будто бы в этот момент дальше пошла. И тогда ребенок смотрит, ага, опасно, понимает, почему, ну, в зависимости от возраста, да, или просто на доверие маме, пока он маленький, и мама его учит, что да, можно, но вот так, да, и так вот совсем, с огнем, с киданием камней там и так далее. Можно, но вот так, вот так нет. Двигаясь дальше, вот смотрите, восстановить связь с телом, да, для человека, который, ну, скажем, не в теме психологии, скажет, а как, что значит восстановить связь с телом? Вот я руку подняла, вот я, я чувствую, я могу себя потрогать, и я чувствую свои прикосновения. Почему же вы говорите, что у меня нет контакта с телом, например? Ну, может быть, тогда и есть. Может быть, тогда и есть, но это же не тот контакт, который, о котором мы говорим, потому что, ну, любой человек, если у него все хорошо с неврологией, да, у него нет ни порезов, ни пороличей, мы чувствуем себя, мы чувствуем свои прикосновения. Другое дело, что мы это не осознаем, вы об этом говорите в том числе, да? Смотрите, контакт с телом, он изначально, когда мы рождаемся, есть, и дальше он формируется благодаря взаимодействию со значимыми взрослыми, да? То есть, когда ребенок маленький, и его видят, и его слышат, он плачет, там, ему холодно, ему голодно, на него реагируют, с ним, там, его кормят, его меняют, да, мокрое на сухое, с ним общаются, его трогают, купают, массируют, одевают. Вот через это младенец познает свое тело. Так у него нет границ своего тела, то есть мама, там, или кто-то значимый взрослый, кто этим занимается, они ему в этом помогают, и у него все нормально контакт со своим телом, он не отчужден от него. Бывают же ситуации, когда, или были у нас ситуации, да, когда, там, я не знаю, была идея про то, что детей надо, нельзя приучать к рукам, да? Ну да. Вот, есть истории, описанные в замечательной книге «Мудрость тела», когда не у нас в стране, где-то за рубежом, не помню, где, может, в Америке, бабушка настояла на том, чтобы ребенка не сбаловать, а идеи, сколько они, в общем-то, не наши, они из Америки пришли, ребенка, значит, надо в отдельную комнату в доме куда-то поместить младенца, вот это случай Элси был, вот, и приходили, кормили по часам, кормили, меняли. К чему привело? К тому, что ребенок потерял связь со своими потребностями, со своими телами, потому что он зовет, а в ответ тишина, нет вот этой вот связи потребности и ее удовлетворения, да, и тогда происходит, я не понимаю, кто я, где я, о чем вообще это я, да, вот здесь тогда контакт со своим телом не сформировался, да, и поэтому, если в младенчестве были похожие ситуации, да, это очень во многом касается детей из детдомов, или это если мама в послеродовой депрессии и нет никого, кто заменяет ее, да, или помогает, или это отдают, я знаю историю, когда отдавали бабушкам, которые очень эмоционально холодные, которые тоже очень функционально подходили к ребенку. Вот вам, пожалуйста, вот истории младенчества, в которых ребенок изначально не, то есть ему, у него не было возможности этот контакт со своим телом простроить. Где еще теряется контакт со своим телом? Это любые операции, потому что операция – это огромный стресс для организма, любые травматические события, когда в теле находиться настолько опасно, что человек, психика спасается тем, что как бы диссоциация с телом происходит, он вылетает из тела, да, человек, вот, и к этому относятся. Различные стихийные бедствия, какие-то серьезные травмы, вот, физические и прочие, там, ДТП какие-то, да, если брать психологический момент, если связанные темы, например, бывают в таких религиозных семьях, где там тело – грех, чувственность – грех, да, вот, и поэтому у родителей, у самих на это табу, да, и они стесняются своего тела, считают это чем-то грязным, да, хотя на самом деле, ну, например, в православии тело вообще – это храм, да, то есть это, мне кажется, даже не столько от религии, сколько от каких-то отдельных ее проводников, такая неверная мысль исходит, да, вот, и через это, когда ребенок постоянно получает какое-то вот такое негативное, тоже может вот это вот, ой, тело – это плохо, как бы, я не с ним, да, вот в этом случае теряется контакт со своим телом, во всех остальных он так или иначе есть, но когда он… но вот в современном мире, у нас же еще век, мы живем в информационном веке, да, поэтому очень часто мы не с телем, мы вот в ментальном слое, да, мы в информации везде, да, поэтому вот в этих условиях, на мой взгляд, нам всем очень важно возвращаться в тело, чувствовать себя живым, да, и плюс, смотрите, самое быстрое на свете что? Не знаю. Мысль. А, да. Сказка даже есть на эту тему, да, когда там девочку, загадки царь задавал, да, самая быстрая на свете мысль, вот, а тело самое медленное, и за счет вот этого обилия информации, с которой мы ежедневно сталкиваемся, да, вот этих бесконечных количеств каких-то чатов, рабочих, детских, еще там каких-то, да, дружеских, да, еще на какое-то обучение мы пошли, мы не успеваем это проживать, да, потому что мы проживаем эмоционально и в том числе через тело, да, поэтому вот в такой беготне-беготне мы действительно рискуем очень часто перейти на такой очень функциональный поверхностный уровень жизни, да, в котором, и в этом мы, конечно, начнем очень сильно выгорать, да, мы начнем болеть, поэтому нам всем очень важно возвращаться в тело через разное, кому что подходит, кому-то через медитации я просто сижу, осознаю тело, дышу и слушаю, что у меня там происходит там сейчас в стопе, что в колене, что в лопатке, там, и так далее, да, кому-то это какие-то прогулки, там, вечерние с собакой, без собаки и так далее, кому-то это, вот, мужчинам очень часто это спорт, да, или командный спорт, кому-то свободные танцы, кому-то плавать, но что важно? Важно, когда эта физическая нагрузка, она в кайф, вот это очень важно, то есть здесь очень важно, не должно быть насилия, кому-то в кайф тренировка, наоборот, он пока, вот он, когда начинает качать, о, я почувствовала свои там мышцы, вот он я, когда я что-то подкачала, даже вот в моей практике живое тело, да, там вроде бы мы идем на удовольствие сначала, на расслабление, но в какой-то момент, в каких-то частях вдруг хочется, там, спину подкачать, ноги подкачать и так далее, да, то есть действительно, смотрите, у нас мышцы очень часто находятся или в гипертонусе, или в гипертонусе, перенапряжены, да, а нам, и поэтому, когда у нас какие-то мышцы в теле находятся в гипертонусе, их хочется в тонус, да, привести. И наоборот. И наоборот, когда перенапряжены, здесь очень важно их расслабить, да, и они тогда вот в норму войдут. На самом деле, сейчас, вы знаете, есть такая тенденция, вот это видно, что человек все-таки как-то к телу возвращается. Смотрите, сколько народу, молодых людей ходит на социальные танцы, да, початки, зомба, все латинское, а это же не просто танцы, это же чувственные танцы. Это чувственное, и это про общение, про живое общение. Мне кажется, вообще вот в этот период пандемии нам этого очень не хватило. А еще, кстати, я хотела сказать по поводу тела, да, вот и пандемии. Я как раз вот в период такого жесткого карантина, когда мы все сидели по домам, я вела в дистанционном формате в университете танцевальной терапии для студентов. В нашем университете. В нашем университете, да, там как раз начался курс, до этого я, он был у заочников, да, и удавалась в живую. А тут вдруг раз, у меня дневное обучение, и они все там, причем, ну, занятий 8-10 было, и все в онлайне, да. Вот. И я, недолго думая, решила поисследовать эту историю. И причем у меня была контрольная группа, в которой другие были там такие разговорные больше курсы, да, вот, в которых тело мы не задействовали. Провела танцевальную терапию и после. Слушайте, они просто цвели и пахли. Вот когда у нас была пандемия, когда была тревога, да, и так далее, вот, у них показатели, 18 показателей статистически значимо увеличились. Это связанные показатели с шкала счастья, индекс внутреннего благополучия, отношение к себе, какие-то параметры, осмысленность жизни, да, вот они все выросли, какие-то параметры отношения к себе, там, самоценность, самопринятие вот этого, да, история. И уменьшилась внутренняя тревожность, вот эти вот показатели уменьшались. Вот. При этом, в общем-то, общение оставалось только вот в таком кругу. У другой группы не было такого взлета, да. Вот. Не могу сказать, что был упадок, я в целом понимаю, мне кажется, это, в принципе, такая была для большей части людей достаточно благополучная история, да. Вот. Ну, вот, я тогда очень сильно обрадовалась, задумалась над тем, насколько нам важно тело для того, чтобы чувствовать себя благополучно. Люди там творить начали, энергии, высыпаться. Вот меня что удивило, я никогда не думала, что там 18-20-летние студенты имеют проблемы со сном. И когда мне они друг за дружкой стали говорить, что мы вот благодаря вот этим практикам стали хорошо спать, я вообще удивляюсь, да. Я удивляюсь, то есть я не удивляюсь, что благодаря этим практикам, потому что происходит снятие физического, психологического напряжения, да, вот, человек возвращается в тело и как-то нормализуются все процессы. Это вот мне понятно на психофизиологическом уровне. А вот то, что у нас студенты так плохо спали, для меня это удивительно, конечно. Это вообще известный факт, кстати, что люди, занимающиеся физическим трудом, они не страдают депрессией. Да. Поэтому лучше профилактика депрессии какая-то физическая нагрузка, да. Ну, условно говоря, зарядка, танцы, ходьба. То есть включаем тело, и нам становится сразу легче жить. К вопросу о связи психики и тела. Как мы можем увидеть, что происходит нарушение связи с телом? Когда человек говорит, что я не знаю, что хочу в жизни, да, не поймет, как ему быть, куда ему идти, да, то есть, с одной стороны, это может быть связано с каким-то вот экзистенциальным кризисом, да, возрастным, и это нормально, да, идет, как будто что-то старое ушло, и надо вот понять, куда дальше мне, да. Но с другой стороны, вот вообще контакт с телом, он тождественен контакту с собой. Поэтому, когда у человека начинаются запросы на то, что он не понимает, кто он, что он и куда ему идти, работа с телом, возвращение контакта с телом, она его возвращает к тому вообще, что я, кто я, а что я хочу, а что я не хочу, а что я чувствую, да, и вот, а что мне нравится, а что мне не нравится. И таким образом, шаг за шагом, вот эта вот связь устраивается, и устраивается понимание, вот до чего я хочу в этой мере, до что мне важно, куда мне идти дальше. Вот, поэтому это вот основное. Ну, бывает, и в принципе, есть такие люди, которые очень много рационализируют, да, есть кто прям-прямо осознает, я в свое время, то есть у меня периодически приходят запросы, когда человек, я вообще не понимаю, что я хочу, у меня нет контакта с своим телом, вот если особенно это ранее травматизация была, да, такая вот, ну, по шизоидному типу, когда вот тело это что-то неважное, да, тит, вот, и мы буквально человека вот возвращали, да, там на самом деле разные практики, там и через движение, и прикосновение, вот то, что вы сказали, массаж, да, если действительно массаж, который на расслабление, вот, ну, я его называю интуитивным массажем, когда массажист очень чутко чувствует тело человека, да, это такой очень красивый танец получается между руками-массажистами и телом человека, да, вот, потому что тело знает, тело, когда мы переключаемся на язык тела, да, с помощью вот каких-то практик, или у кого изначально это есть контакт, то тело одного человека знает, что нужно тело другого человека. Они как бы между собой уже взаимодействуют, да? Да, и тогда, когда вот этот контакт есть, да, это как будто на уровне тела руки сообщают, ты есть, я тебя вижу, да, вот ты здесь, ты такой, да, я тебя вижу, я тебя принимаю, да, и поэтому какой-то вот такой бережный, интуитивный массаж, когда тело друг, он субъектный, я бы сказала, да, то есть если мы берем с вами традиционный лечебный массаж, он объектный, человек, он не живой, вот перед нами что-то лежит, там нужно тут размять. Да, и с нами лежит хондроз левого плеча, или там верхняя часть, и поэтому мы слушаем, где-то там надо размять, где еще что-то, да, а что там человек, ой, ай, мне больно, не трогайте там и так далее, да, это терпите, так положено, да, ничего так не положено. Слово от человека, который тебе этот массаж делает, ты здесь, я здесь, ты есть, я тебя чувствую, уже способен человека вывести на какой-то уровень осознания, казалось бы, да? Есть смысл обо динамики, да, там как раз и происходит это такие вот, плюс каким-то упражнениям телесным, которые включают те мышцы, да, которые вот были в том или ином возрастном периоде, реализовывали ту или иную психологическую задачу, там подключаются вот эти вот позитивные родительские послания, да? То есть если в младенчестве мама была отсутствующая, то здесь мы вот в процессе этой работы, наоборот, человеку говорим, я с тобой. Вот давайте на этом немножко подробнее остановимся, чтобы было вот более понятно, будет динамика, напомним, да, что это, ну, развитие тела, развитие, семь уровней, про которые вы говорили, да, и если я правильно поняла, каждый уровень характеризуется, если есть искажение, своим, ну, как бы, видом, то есть человек в каждом, проходя через каждый этап, обретает некое искажение своего мышечного каркаса по гипо-динамичному, по гипо- или по гипертипу, да, и, соответственно, специалист по бодинамике видит это и может это... Там несколько признаков, то есть там не только мы смотрим, во-первых, смотрите, так как у нас семь возрастных периодов, да, обычно в человеке две-три структуры, то есть очень редко мы видим такую структуру вот именно вот по этому типу или именно по этому типу, то есть специалист, он буквально так смотрит, ага, а что у него из этого, а что из этого, а что как с ногами, да, а как там с плечами, да, где больше энергии по ощущениям, вот, и на одно тело мы не можем опираться, этого недостаточно, так как это очень вот, да, непросто, то есть мы смотрим, как человек себя проявляет, да, например, вот это вот по гипо-динамическому типу, это называется в бодинамике ранняя структура, она всегда ментальная, человек склонен, неважно там в каком периоде, склонен к какому-то вот фантазированию, да, вот, а поздняя структура, да, которая складывается уже, когда возрастной период заканчивается, да, вот, она всегда такая эмоциональная, да, они вот этим различаются, вот, потом мы смотрим по запросу, какие запросы у человека, да, если человек говорит, я не могу наладить, как-то у меня не получается контакт с другим человеком, да, я как-то вот не понимаю вообще, ну, как-то, ну, я вообще не доверяю этому мир и так далее, то есть какие-то запросы, которые вот из этого пренатального и младенческого раннего периода, мы говорим, ага, запросы у него такие, да, смотрим, что в теле, а в теле, например, бывают очень ярко выраженные скрутки, да, почему? И они свойственны вот этой первой структуре, потому что если мама была беременна ребенком, и у нее были, ну, не знаю, там, может быть, мама была очень молода, там, ей было 16 лет, да, и это такая история, когда все вокруг говорят, иди там на аборт, да, куда тебе ребенок, ты еще сама ребенок, вот, или у мамы с папой какие-то конфликтные отношения, или мама думала вообще, ну, мало ли что, то есть вот эти мысли о том, что я думаю оставить ребенка или нет, это все очень проживается телесно, да, телесная память, она прям на клеточном уровне сохраняется, вот, и ребенок в эти моменты, он, ну, то есть спасается через вот это вот скручивание эмбриональное, да, вот, и поэтому у такого человека вот эти скрутки тоже мы так или иначе обнаружим, да, то есть какие-то плечи очень сильные, вот это, ну, то есть это такая, любой остеопат вам может сказать, ага, вот у вас здесь скрутка, здесь скрутка, и сами в себе мы очень часто чувствуем. И мы говорим о том, что в этом подходе есть возможность эти, вот эти зажимы, перекрутки и искажения проработать через снятие психологической нормы. Да, то есть мы работаем, да, то есть если вот это, если это была история, что вообще мама думала, хочу я тебя, не хочу, она говорит, слушай, ну вот, я тебя хочу, да, мне непросто, но я справлюсь, я с тобой, там, я рядом, да, и дается соответствующее, там, физическое, да, то есть это вот разные, там, упражнения, там, когда мы матку, когда мы ложимся в эбриональную позу, и даем вот эти вот поддержки человеку вот в эти места, где он был прикреплен с мамой, да. Вот, смотрите, вот есть у нас такая идея, да, она, наверное, у всех есть, очень часто у меня в свое время была, что есть какая-то история, что мы сможем стать идеальными, полностью перезаписать свою историю, вот. Миф такой. Миф такой. Это не совсем так, но что появляется? Смотрите, если у нас колея выстроена была одним образом, по одному паттерну защитному, да, вот, то в терапии, в той же бодинамике, да, почему мне нравится? И через тело, и сразу через послание, то есть вот эта вот когнитивная, да, и телесная история, и там много чувств, которые выходят, да, и которые терапевт принимает. У человека появляется другой опыт, и не просто в голове, он в жизни появляет, он его проживает прям телом, это другой опыт, и, соответственно, у него появляется выбор, расширяется диапазон возможного движения, вот. Поэтому он уже может не всё время вот туда по накатанной ехать, а уже, ну, как-то больше начать доверять, чувствовать себя на своём месте. Вообще, конечно, это удивительно, на самом деле, действует. Вот сама я обучаюсь, и после каждого модуля что-нибудь такое интересное происходит. Ну, я тоже могу подтвердить, поскольку я первый уровень вот проходила. Это действительно неповторимо, очень, как это сказать-то, встряхивающе по ощущениям, очень раскрывающе, очень обнажённо и в то же время лечебно. Вот как-то вот, и действительно вот этот диапазон, он расширился, и принятие, и понимание очень много, и принятие чувственного, и понимание, да, головой очень много произошло, и это, как сейчас говорят, это работает. Смотрите, вот хорошо нам с вами говорить, вы в теме, я в теме, да, но у нас есть масса людей, которые вообще далеки от этого всего, у них есть эти проблемы, но что, вот это само понимание, как это у меня нет связи с телом, а что она должна, а что это, ну, вот как я говорил, я чувствую руки-ноги, значит, у меня всё нормально, то есть, как будто бы не хочется троянского коня создавать, чтобы человек, как это, не чешет там, где не чешется, да. Вот, то есть, мы говорим о том, что это один из подходов к тому, чтобы, если у человека есть сформированная проблема, с которой он чувствует, что он не может справиться сам, что вот этим, вот через это можно зайти к решению вот той самой проблемы, правильно? Да. Вот, и ещё такой момент есть, я хотела спросить, нарушение питания, о котором сейчас тоже очень много говорят, может иметь какую-то связь с нарушением контакта с телом, иметь к этому отношение? Ну, она на самом деле имеет напрямую, да, потому что... Мы его кормим, собственно говоря. Мы, ну, мне очень в этом смысле нравится, понравилось, я вообще благодаря вот этой практике живое тело сама давно на интуитивном питании, да, то есть, я не придерживаюсь там каких-то диет, ограничений, там, ни по времени, ни по количеству, ни по тому, что я ем, да. И когда вышла книга Светланы Бронниковой «Интуитивное питание», я очень порадовалась, наконец-то кто-то об этом написал, да. И мне там очень понравился один эксперимент с детьми, который очень наглядно это иллюстрирует, да. Еще в 1924 году, не помню в какой стране, была такая история, когда было много малообеспеченных семей, но просто были голодные времена, и детей не могли кормить. И таких... и дети, конечно же, очень болели, да, болели, умирали кто-то. И поэтому взяли таких детей, по-моему, от полугода до шести лет. Их в специальной санатории они жили. Что там было интересно сделано? Питание организовано очень интересно. Они могли есть в любой момент, когда захотят, то есть не как у нас вот завтрак в детских садах, так обед, полдень, ужин, да, в любой момент. И то, что они захотят, сколько они захотят. Но там была моно-еда. Ну, то есть словно не хлеб, а там хлопья ржаные, пшеничные, да. Вот. И там вот такой был достаточно полноценный рацион. Хочешь огурец, берешь огурец, хочешь помидор, берешь помидор, да. Вот это моно-еда, да. Вот. И там вот это вот было там мясо, яйца, молочные продукты, фрукты, овощи. То есть оно вот все у них лежало, они в любом моменте приходили. А ученые смотрели, как они едят, что они едят, что происходит. Значит, что выявили? Что, во-первых, дети едят очень неравномерно. То есть сегодня они могут съесть много всего там, да. А завтра там, ну, не знаю, там яблочко и нормально. Вот. Во-вторых, дети в этом смысле в плане веса, да, у каждого, каждый соответствовал своей конституции. То есть у нас изначально есть врожденная конституция. Поэтому если я такой плотненький, сбитый, да, и у меня такие там бабушки, дедушки, мамы там, да, и так далее. Ну, мы вот такие конституции. То мы тонкими, звонкими не станем никогда в жизни. И наоборот, соответственно, да. Вот в вопросе о моде на вот эти все вещи. Вот. И в-третьих, они стали выздоравливать, да. То есть благодаря тому, что они вот так ели, они просто выздоравливали благодаря питанию просто. Вот. А у нас история с питанием, то есть там очень много, во-первых, каких-то пищевых привычек семейных, которые лично в нашей стране обуславливались историей, очень непростой, да. Это голодные времена, это войны, поэтому вот лежит на столе, ешь и радуйся, да. Вот, поэтому питание, да. Но если мы в хорошем контакте с своим телом, тело знает, что ему надо, сколько ему и надо, в каких количествах, да. То есть вот и тогда питание потихонечку перестроено. Я вот тоже вам рассказывала, да, перед интервью, что у меня как раз вот 20 лет назад такая перестройка произошла. Вот. И поэтому у меня просто есть доверие телу, и оно как-то удивительно. Я на своих участниках видели, которые там мне говорили, что что-то захожу в магазины, в кафе, уже не хочется там жареного, соленого. То есть люди замечают, что как они потихонечку переходят на такое условно правильное, то, что называют правильное питание. И без запретов. Без запретов. Намеренных, насильственных запретов. Да, да, да. То есть это как-то доверие. Да, я читала про интуитивное питание, и как раз там вот одной из основных фраз было о том, что для того, чтобы, ну, скажем так, освоить интуитивное питание, услышать себя в плане питания, нужно сначала от вкусовых привычек всё-таки как-то дистанцироваться. Потому что иначе ты за интуицию будешь воспринимать просто привычку есть вот тот или иной продукт. Вот. Да, и тут кто что, да, кому что заходит. Кому-то заходят там, я не знаю, условно посты или какие-то специальные там детоксы, да, после которых действительно начинаешь по-другому воспринимать вкусы более ярко и лучше начинаешь чувствовать себя. В моём опыте, вот, практика была живой силой, то есть никаких там постов, диеты, детоксов не было, да, просто потихонечку раз-раз-раз смотрела, села, стала перепеять, да. То есть действительно, это история, то есть мы едим, хватаем сладкое, жирное и так далее, да, чаще всего, там же ещё очень большой пласт эмоционального заедания. То есть еда, она настолько тесно связана с психикой, это наше первое утешение, это наш контакт с мамой, да, это то, что доступ, самое доступное удовольствие, которое есть у современного человека, это еда. Последним, как бы, аспектом, о котором я хотела поговорить, это вот как раз та болючее, невозможно болючее место, связанное с цифровизацией, с неимоверным количеством времени, проведённого за гаджетами, с всасыванием вот в это, в соцсети и так далее, да. Насколько важно человеку, ещё раз обратим внимание, насколько важно человеку оттуда выныривать, и выныривать как можно чаще, в чём вот опасность здесь? Ну, я всегда вопрос задаю, мне просто иногда клиенты приходят, приходят и говорят, вот, я что-то зависаю, да, вот. Вместо того, чтобы спать, зависаю. И тогда вообще имеет смысл посмотреть, чего там такого есть, чего нет в жизни человека, да. Очень часто, ну, у нас в телефоне сейчас целый мир, да, и это легче выстроить, ну, вместо того, чтобы как-то заниматься своей жизнью, своей профессией, строить отношения, сталкиваться со сложностями, соответственно, да, что в профессиональном плане, что вот в плане отношений, да, это такая очень непростая история всегда, и это нормально, да. В этом смысле, вот этот вот большой мир каких-то ярких впечатлений, да, ну, это как наркотики в чём-то, да. Почему? Потому что, ну, это такой лёгкий доступ к быстрому удовольствию, да. То есть здесь нам надо трудиться, а здесь мы так раз легко в эту тему заходим, да, и как-то и... Но удовлетворения в этом нет, да, поэтому... Настоящего глупого. Вот, но настоящего удовлетворения нет. Я считаю, да, что действительно в нашей информационной... Ну, я немножко уже об этом говорила, нам действительно, если мы хотим проживать свою жизнь, да, нам всё-таки действительно очень важно возвращаться к себе, возвращаться к телу, возвращаться в какой-то тишине. Как это делать? Ну, вот я это делаю там на своих занятиях, да, я там делаю через свои способы, через общение с друзьями, да, вот. Как это сделать для других, я думаю, это, конечно, личный выбор человека каждого, да. Насколько это ему важно, насколько это ему ценно, насколько в какой-то момент в жизни, и чаще всего в кризисной, человек может вдруг оглянуться на свою жизнь и понять, а я вообще живу или как. Вот мне в этом смысле нравится принцип танцевальной терапии, в котором тело как процесс. То есть, если мы... Вот меня очень часто спрашивают, что такое танцевальная терапия? Это что, мы там танцевать будем, да? И у всех в голове вот эта вот картинка, что надо вот какие-то связки учить, надо кому-то показывать, народ сразу там зажимается, да. А это совершенно другие вещи. То есть, действительно, в нашем традиционном понимании, в нашей культуре, танец – это что-то, что мы оцениваем, что мы показываем, да, и так далее. И что научен нас здесь? Да, и что научен. То есть, вот это вот не как тело хочет двигаться, да, а какие-то мы связки изучаем и пытаемся в тело их засунуть, да, тело двигаться так, как вот мы придумали в голове. Вот. А в танцевальной терапии тело – это процесс. То есть, я слушаю импульс, и мои руки, куда сейчас хочется двигаться, да, а куда ещё хочется, а вот про что это, какие ощущения это рождает в моём теле, да, мне легко, мне тяжело, мне, что со мной происходит, да, какие чувства это рождает в моём теле, да, этот танец мой сейчас про что, да, что я выражаю? Я выражаю свою боль, да, я выражаю свой страх, или я выражаю свою радость, то, что я вижу, да, вот то, что вы показывали, тоже вот это вот движение. Смотрите, я какая, да, как я себя при этом чувствую, когда я так себя предъявляю миру, да, вот. Поэтому вот для меня это история про субъектное отношение, да, про целостное и про такую расщеплённость и объектное отношение. Спасибо, Татьяна, большое на замечательные беседы, даже немножко, немного мы вышли за рамки нашей темы, но это к лучшему, на самом деле, потому что в таком вот хорошем диалоге обязательно вылезает что-то ещё. Вот эту очень важную тему мы затронули, спасибо вам большое. Но для зрителей, повторю, что мы говорили сегодня о телесно-ориентированной терапии, это один из подходов к решению каких-то запросов психологического характера. И у нас есть в городе прекрасные специалисты, например, Татьяна, которая этим занимается уже 20 лет. Это не страшно, это приятно. Этим приятно заниматься, приятно узнавать своё тело. Я точно знаю, я это пробовала. Приятно узнавать своё тело, чувствовать его по-другому, соединяться с собой и верить себе, доверять себе. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча помогла вам получить информацию на эту тему, и она не отпугнула вас. И я желаю всем встречи с собой, со своим телом. И хорошего всем дня. С вами была передача «Фокус над человеком». В студии работала Наталья Ежова. Всего хорошего.